Руфс, исторический момент. Мы тебя выпускаем. Давай. Так, комната Руфи продолжает обрабатываться. Сейчас я уже выключу. Сегодня долго лампа горит. Если вообще вам интересно, я потом покажу, чем обрабатывала. То есть это вот уже конечный, можно сказать, этап. Плюс каждый день, естественно, полы будут дезинфектором его мыть. А так много чего делали. Было три обрабатывающих средства. Плюс ультрафиолетом сейчас все выжигается. Уже несколько часов работаю. Сейчас передвину в другую комнату. Котиков покажу. Котики. Если не могу дать тепло, что только после клиники Руфи трогалась. Все такое, хоть обработала все, но все равно. Я для Руфи оставлю специально эту отдельную одежду, чтобы к нему одевать. Котики все хорошо с ними. Не лис. В общем, котикам потом. У Руфи из комнаты все убрала. Естественно, комплекс тоже обработала. Но убрала его и буду еще несколько раз обрабатывать. Во-первых, ему комплекс сейчас не нужен. Он слабенький, сейчас может соскочить. Не надо сейчас ему ничего. И те вещи, которые сейчас будут использоваться, потом просто пойдут, скорее всего, на выброс. Либо по жесткому тоже дезинфицирую. Вот сейчас у всех коврики, здесь растворы, у енотов здесь. Ну, при входе, естественно. Дом тоже весь обрабатывался, но еще будет дополнительно обрабатываться туманом. Он приедет завтра. Я тоже им буду обрабатывать. В общем, коврики просто один. Тут дверь положила, потому что там толком не обработает. Но там никто не живет. Но все равно мало ли, чтобы на ногах не вынести, тоже положила. Все, что могла там обработала. Вот дом у меня там тоже сейчас коврик. В общем, весь дом. Вот это, собственно, заляпы. Все это без средства. Плюс последнее без средства, которое наносилось, оно не смывается. Оно как бы капсулирует вирус. Тоже все-все. Первый и второй этаж обрабатывался. Еще, говорю, будет туманом. Сейчас разложу всю Руфи. Плезик вы закину. Еще будет туманом обрабатываться. Но чуть позже. Ну, точнее, вначале я обработаю этот дом. Потом на несколько дней, получается, мы переедем с Алисой сюда. И будем обрабатывать тот дом. Начнем с тумана. Там, конечно, потом более сложнее. Здесь в комнатах есть сливы. Поэтому удобнее. Там еще другие есть вещи. Поэтому там туманом будет прям так хорошенько обрабатываться. Ну, и тоже каждую комнату потом буду включать. Я почему говорю съеду. Потому что рядом с ней находиться нельзя людям и животным. Каждую комнату еще будем облучать. В общем, застелила побольше пеленок. Потому что кишечник восстанавливается очень долго. Сейчас очень долгий будет этап, чтобы восстановить кишечник, который был полностью как бы в некрозе и слизистая вся сошла. То есть долго будет восстанавливаться. Соответственно, будет долго понос еще и продолжаться. Не знаю, куда она захочет сходить. Поставила и лоток, поставила много пеленок. Перекрыла пока туда выход, потому что так он немножко облысел. Не надо ему на улицу. Руха, исторический момент. Мы тебя выпускаем. Давай. Давай сниму эту штуку. Выходи. Выходи. Выходи, кот. Вот. Вот. Да, все хорошо. Все хорошо дома. После наркоза шатается еще. Руха, смотри, там пледики постелила. Так не уйдься. Ничего, Руфс. Сейчас отойдешь. Скоро от наркоза станет легче. Выход предусмотрительно перекрыт. А то бы он сейчас сразу с мокрой жопкой... 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 Жопкой мокрой. Жопкой мокрой. Потому что снимали когда стом, там был наркоз и сразу помыли попку. Чтобы чистенький был. Да, да. Где-то уже комната знакомая, запахов нет никаких, да? Нет, Руфус. На улицу нельзя. Ты и так потерял шерсти много. Забрали его сейчас не потому, что экономия на стационаре или что-то такое. Во-первых, ему уже значительно лучше. Во-вторых, он начал кидаться на персоналы. То есть, убраться у него, это уже большая проблема. Он может сделать только несколько человек. Ну, я, Наташа и Маша. Ветеринар, все. Остальных он просто швыряется уже через решетку. А в ближайшие два дня нашего ветеринара, который с самого начала там с ними, можно сказать, живет все эти две недели, ее не будет два дня. То есть это ее и не рабочие дни, но и в конце концов за две недели человеку тоже нужно хотя бы один день полноценно побыть дома. У меня тоже семья и все дела. Ну, какой настырный. И Котбов был там два дня с другими врачами, которые, ну, непонятно, как будут за ним там смотреть, во-первых. Во-вторых, ему уже ничего не капается, потому что катетер он снял, и новый ставить ему не стали, чтобы лишний раз на наркозить. Ну и, собственно, все остальные препараты можно давать перорально. И, то есть, на два дня просто его оставлять там с людьми, которые не факт, что смогут вообще ему хотя бы поменять пеленки, а, как вы понимаете, учитывая, что у него, вон, даже видно, понос, менять их надо часто. Ну, просто бессмысленно. Плюс дома и стены лечат, и, надеюсь, они все-таки начнут его лечить, и им полегчает, да? Это сладкий Кот. То есть то, что он так вот ходит и мечется, это нормальный результат после наркоза. У них бывает такое, что они там место себе не могут пока найти. Хотя пока он был в переноске, он прям активно вылизывался. Он, так сказать, дорвался наконец-таки до вылизываний. Помнит, где катоход. Значит, место помнит. Да? Ты мой сладкий Кот. Ты молодец. Ты боец наш. Ты наш боец. Да. Ты наш боец. Сейчас покушать и еще принесем. Хотя, мне кажется, что он от наркоза отходит, и он ничего будет кушать. Тщательно обработали? Все проверяешь? Все проверяешь? Угу. Ты мой сладкий Кот. Сейчас обсохнешь. Полы теплые, так что замерзнуть не должен. Покой ему не дает выход. Вот что тебе там покой не дает? Просто проведать территорию? Подожди, восстановишься до конца, и откроем тебе там ход. Волшебный. Рус подходит. Только мне, только Наташа просится, чтобы помогла теле. Проживается. Ладно, Рус, пойдем сами покушим. Тебе еды сделаем. Давай, осваивайся. Дом-то хорошо, да? Да, хорошо, мальчик. Кушай, Рус. Не кусочки, не фарш, потому что фарш давался из-за того, что была стома, чтобы не попало, никак не навредило. Сейчас стомы нет, поэтому кусочки. По чуть-чуть. С пробиотиком. По чуть-чуть, по чуть-чуть, Рус, молодец. Рус. Подходит за одобрением, гладится, да? Покушал чуть-чуть. Молодец. Рус. Ну, конечно, худенький, хотя такой был большой запас. Одно шесть сейчас его придает более-менее нормальный вид. Да? Какие мои сладкие. Я думаю, не вкусно. Все, отошел от наркоза, да? Ну, эти мои сладкие. Молодец. Будешь еще покушать? Очень мой сладкий вкус. Ты мой сладкий, Настя. Что-то Наташа делает. Опа. Иди сюда, кот. Иди. Иди, мой сладкий. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Приятного аппетита. Иди сюда. Иди сюда. Ты мой хороший. Пока-пока. Продолжение следует...